В дополнительные меры господдержки для бизнеса, мониторинг цен на социально значимые товары и контроль над ситуацией в банковском секторе обсуждали на прошедшем в Саранске заседании антикризисного штаба. Его руководитель, глава региона Артем Сдунов подчеркнул, за состояние дел по каждому направлению будет отвечать конкретный человек. Работа будет выстраиваться не в какой-то общей системе, а у каждого своего зампреда, у каждого министерства, все подопечные, в том числе и главы муниципальных образований по направлениям. Если это касается строительства дорог, если это касается промышленности, соответственно от поставок до сбыта продукции. Надо все, коллеги, сейчас отслеживать. У нас были уже такие времена, не первый раз сталкиваемся, поэтому я попрошу повнимательнее. Особого внимания требует мордовский агропромышленный сектор. Приближается сезон весеннеполевых работ и на подготовку к ним Минсельхозпродреспублики уже направил 120 миллионов рублей. В планах довести до сельхозпредприятий еще 800 миллионов рублей господдержки. По расчетам аграрного ведомства региона семян на посевную должно хватить. Обеспеченность семенами у нас не вызывает опасений. Даже те семена, которые контрактованы, оплачены, есть гарантия, что они будут поставлены в республику. Семена по яровым, зерновым, 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 они имеются на 100%, по семенам кукурузы на 80%, но рисков не поставки не существует. По семенам сахарной свеклы тоже рисков не видим. По графику идут поставки в республику минеральных удобрений. Их уже поступило 22 тысячи тонн. Еще 23 ожидают в марте. В апреле и мае объемы поставок будут еще увеличены. За эти месяцы мордовские сельхозтоваропроизводители получат еще 57 тысяч тонн минеральных удобрений. На особом контроле работа предприятий из отрасли АПК, которые признаны системообразующими. Таких в регионе четыре. Возобновлен еженедельный мониторинг производственных и финансовых показателей. Мониторинг проводится не только на сельхозах республики, но и на сельхозах Российской Федерации с тем, чтобы оценить ситуацию и разработать дополнительные меры поддержки по этому направлению. Дополнительные меры поддержки нужны не только аграриям. Республика планирует выйти на федеральный центр с предложением снизить пени на неуплаченные налоги. Мы уже снизили процентные ставки по действующим программам. Вчера я заложила по другу Владимиру Николаевичу. Значит, сейчас действующие ставки по микрозаймам варьируются от 1% до 13% в зависимости от срока, в зависимости от целевого назначения кредита. Доступными должны оставаться продукты питания и по цене, и физически. На заседании штаба заявили, запасы на складах достаточны, предприятия переработки уровня производства не снижают, цены в торговых сетях остаются объектом постоянного мониторинга. Павел Степаненко. Наши новости.